Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Стать успешным может абсолютно любой ребенок. За каждым гением стоят прежде всего родители, которые вовремя заметили потенциал своего чада. Тут главное найти правильный подход, составить план и действовать. Один из самых эффективных способов воспитания ребенка в школе искусств. Но в какую отдать? Практика показывает, что стоимость обучения никоим образом не влияет на качество знаний и профессионализм педагогов. Сегодня мы говорим о традициях и методах работы Рязанской школы искусств номер один. У нас в гостях заместитель директора по воспитательной работе Елена Пронюшкина. По большому счету даже не значит, с чего начать, потому что, конечно, помимо того, что они обладевают игрой на каких-либо инструментах, учатся петь, осваивают музыкальную грамоту, надо сказать о том, что музыкальное образование во многом помогает маленькому человечку в будущей жизни. У нас даже сейчас такой девиз, что учимся, привлекаем так родителей, что учиться музыке не только для того, чтобы стать музыкантом. Понятно, что свое профессиональное музыкальное образование в музыкальном колледже продолжат там единицы. Это нормально. И, в общем-то, так было всегда и так будет. Это естественно. Но для того, чтобы быть успешным в любой другой профессии, у нас, в общем-то, школа существует уже очень давно. Она одна из старейших школ города. Ей вот в этом году исполнилось 55 лет. И за вот такой большой путь творческий мы можем уже гордиться очень многими выпускниками, которые прославили школы не только в музыкальной области, но и в других профессиях. Это и врачи, это и политики, это и артисты, телевидение. То есть, в общем-то, очень много людей известных и успешных. На самом деле, обычная ситуация. Вы правильно сказали. Если мы вспомним наших прапрабабушек, обязательно был иностранный язык, обязательно игра на фортепиано. То есть, это считалось нормой. Мы же говорим не только о профессионализме. Вы правильно сказали, что есть и математические какие-то дальше подвижки, когда человек обучается именно искусству. Расскажите об этом. Как вы это замечаете? Учеными уже, это даже не то, что мы замечаем, это учеными уже давно-давно доказано о том, что дети, которые занимаются музыкой, у них лучше развиваются способности и в математике. Лучше развито логическое мышление. Они более успешно осваивают иностранные языки. Плюс ко всему музыкант, такой человек, который одновременно выполняет несколько действий. По сути, делает такие маленькие цезари. Ну, представьте, даже можно взять ребенка, который читает с листа какое-то произведение. Ведь он видит настоящее, думает, помнит о прошлом и обязательно должен предвидеть будущее. Потом, ведь музыкант на любом инструменте играет двумя руками. Плюс ко всему, каждая рука выполняет свою функцию, свое действие. То есть, это совершенно несинхронно. Таким образом у него работают оба полушария, развиваются оба полушария. Моторика. То есть, это очень и очень дает большой импульс ребенку для развития, ну, совершенно разных его навыков и знаний. И был у нас такой случай не единожды, когда приходит в школу и мама говорит, допустим, ребенку там уже 10-11 лет, мы принимаем до 12 лет. И говорит, только не ждите от него никаких таких великих каких-то совершений, потому что в школе не очень-то мы учимся. В общем-то, достаточно неправильный подход. Мало того, проучившись у нас где-то уже года два, совершенно резкий скачок в общеобразовательной школе. И потом вот говорят, вот это да, вот это здорово. Потому что внимание усидчивость. Вы правильно сказали, и сюда, и туда, и партитуры, и клавиши тут. Конечно. И самое главное, что это учит действительно трудолюбию, как, наверное, никакое другое дело. Потому что заниматься для того, чтобы освоить инструмент, нужно ежедневно, и не по 5 минут, и не по 10. И поэтому, конечно же, и заниматься детям приходится и зимой, и летом, и в каникулы, и в рабочее время. И, в общем-то, это, конечно, учит выдержки и трудолюбие. Плюс ко всему, опять-таки, общечеловеческие качества развиваются. Ведь ребенок, который занимается музыкой, не может быть неэмоциональным, эмоционально неотзывчивым. Конечно, это люди более терпеливые, более добрые. Я верю в это. И, наверное, в будущем это, опять-таки, сыграет очень большую роль. Например, когда они попадут в новый какой-то коллектив. Поможет им адаптироваться и проявить себя. Есть инструмент, который сегодня или в последнее время пользуется особой популярностью. И почему? Мы обучаем игре на фортепиано, гитаре, аккордеон, баян, домро, гусли звончатые у нас сейчас появились, хоровое пение и раннее эстетическое образование. Особой популярностью, наверное, на данный момент пользуется гитара. Это сложилось, наверное, уже исторически. Особенно среди детей уже 10, 11, 12 лет. Хотя, конечно же, в стенах школы образование идет академическое. То есть это не только три аккорда, которые зачастую хотят освоить, под которые обычно поют, но и произведение классической музыки. Ваша школа чем-то наверняка особенной. Есть в ней какая-то изюминка, помимо того, что она достаточно много лет работает. Она, в общем-то, вместе с тем и не такая большая. Расскажите о преподавателях, об уникальности школы. Наша школа действительно здание занимает очень небольшое. Находится оно практически в самом центре города, за музыкальным театром на улице Горького. И ценится наша школа, наверное, особой какой-то теплой обстановкой, семейной, я бы даже сказала, обстановкой. Потому что и дети, и родители, и преподаватели – это такой единый организм, который живет очень интересной жизнью. Мы родители привлекаем не только к каким-то своим техническим проблемам, связанным, допустим, с какими-то концертными поездками, но и к творческой жизни. Например, мы ежегодно обязательно выезжаем в Москву, в музыкальный театр. Мы достаточно много раз уже были в Большом театре на новой сцене. Мы ездили в Новую оперу, в театр музыкальной имени Станиславского Немировича Данченко. Плюс ко всему родители, что удивительно, с удовольствием выступают со своими детьми. В качестве кого? В качестве артистов. В нашей школе стали уже традиционными концерты «Папа, мама, я, музыкальная семья». Когда мы первый раз проводили этот концерт, ну, честно говорю, я боялась, думала, что, ну, как бы, особо никто к нам не присоединится. А в основном это будут педагоги, у которых дети учатся. Но была удивлена, что количество участников было огромное. Причем это родители, которые когда-то сами занимались. Ведь у нас очень много детей учатся, которых приводят родители, которые обучались в нашей школе. И даже бабушки уже, и дедушки, которые тоже учились в нашей школе, приводят своих внуков. И вот на сцене выходили такие дуэты, как бабушка и внучка. Например, была бабушка первой выпускницы нашей школы, которая вот привела внучку, и с ней года три точно выступала на сцене. Это родители, которые обучаются вместе со своими детьми. То есть никогда раньше они не учились музыке, но посещают ребенок в школу, они сидят на занятиях и таким образом тоже осваивают вот игру на каком-либо инструменте. Они поют вместе с детьми. В общем-то эти концерты тоже очень теплые, очень добрые. И участников становится год от года все больше и больше. Так что наш вот небольшой зал зачастую с трудом вмещает всех. Подход к каждому ученику наверняка тоже особый. Вот вы правильно сказали о взрослых. Любому человеку в любом возрасте важно, чтобы тебя увидели, чтобы твои заслуги кто-то оценил и понял, что они нужны. Правильно? Совершенно верно. Подход обязательно к каждому ребенку индивидуально, с учетом его психологических особенностей, с учетом его способностей. И надо сказать о том, что наша школа дает, мне кажется, огромные возможности для раскрытия творческого потенциала любого ребенка. У нас, например, одной из любимых форм работы является постановка музыкальных сказок. Очень любят этим заниматься наши учащиеся и с восторгом нас встречают зрители детских садов. Замечательные концерты мы организуем, концерты-беседы для школьников, где наши ребята выступают, но и зрители также принимают активное участие в этих представлениях. Мы выступаем и для взрослой публики. Надо сказать о том, что, пожалуй, мы побывали уже на всех значимых концертных площадках города. Это камерный зал нашей филармонии. Мы там проводим свои традиционные праздники, такие как посвящение в первоклассники, выпускные наши вечера. Проводили фестиваль популярной музыки «Радуга успеха». Затем это наш Рязанский Кремль, где мы тоже проводим традиционные концерты. Татьянин день, день музыки, международный день музеев. Выступали мы в клубе «Олимпы». Выступаем, продолжаем, где проводятся очень интересные музыкально-литературные композиции, посвященные музыкальному краеведению. Мы рассказываем там, и музыка звучит, наших знаменитых рязанцев, таких как Новиков, Александров, Малашкин. В этом году у нас теперь вступили в силу новые федеральные государственные требования. И детей мы принимаем, начиная с шести с половиной лет. Это вот уже в первый класс. И они обучаются у нас восемь лет. Ну что ж, наша телекомпания желает вам творческих успехов. А родителям я хочу пожелать не зарывать глубоко таланты своих детей. Поверьте, их предостаточно. Это была программа «Семь минут». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!